Но в голове, да, крутится предложение, говорящие, наверное, о благодарности великому человеку. Но можно долго перечислять, за что я благодарен, Татьяна Павле. Но, наверное, прежде всего за то, что у меня в этой жизни есть две мамы. Две настоящие мамы, которые никогда не придадут. Я недавно читал эту рюк, Татьяна Анатольевна, где говорилось о том, что я старалась быть для всех тех, кто находится в моей группе, настоящей капитальной стеной, на которой можно облокатиться, передохнуть и идти вперед. Как раз Татьяна Анатольевна всегда была для всех тех, кто нас окружал, той самой очень крепкой капитальной стеной. Но что бы мне хотелось выделить, наверное, профессионализм Татьяна Анатольевна, Это как любая семья, которая царит гармонии и понимания, она отталкивается от того, что каждый из присутствующих не просто говорит, а еще и слушает и слышит, что ему говорят. А это Татьяна Анатольевна, спасибо за то, что в нашей жизни вы не были просто тренером. Вы были тем человеком, как настоящий тренер в полноценной семье, что вы имели возможность порой признавать свои ошибки. Это очень дорогого стоит. Бейли, но самое главное, чтобы вы всегда слушали и слышали, что до вас пытаются объяснить люди, которые вас окружают. И двери вашего дома всегда были открыты практически для всех, для друзей, для врагов, для просто каких-то прохожих. Спасибо вам огромное, что, после чего я это считал, что вы для меня как старая мама. Ну, я старалась. И все тяжелые молодые годы, когда их крутят, берутся на пневмонимику, в Соединенные Штаты. Я думала, что я очень быстро садился в машину, но когда я очень быстро бежала и очень быстро садилась, буду уже километров за 10. Вот, поэтому я его стараться любила, оберегала, действительно, как мать. Ну, мать, конечно, от нас, его мамы очень дружу, люблю и его бабушку, и, конечно, и его детей, и его жену. Это и для меня супер. А больше всего я люблю его, потому что он такой, как и мы его не знаем. Потрясающая речь, которую ребята все говорили. Единственное, что я бы поправил, то, что Алексей сказал, была, была, есть в нашем фоне. И то, что Татьяна давно знала, раньше его любила, я думаю, и сейчас любят. Все продолжается. Мы улыбаемся, прошло действительно 10 век. Огромная дорога, в которой было и хорошее, и дурное, и испытание. Это дорога, жизнь, наша жизнь. Но символично то, что вот прошло 10 лет, тогда мы очень много могли себе представить. Могли представить то счастье, которое справится на нас. Могли представить те беды, которые придется пройти. Но сколько там давно, сколько мы идем. И таким примером, когда раз является всегда, действительно, это не пустые слова, это слова очень знаковые, хотя ракуют настоящие. Если мы возьмем эту книгу, то через, там очень много самых близких друзей, вот даже все мы будем представить, мы здесь есть. Он писал. Людь, которая уже не столь известна, общий публик, но все очень близки к Татьяне Аккорне. И через слово «Мощь» и «Топо», «Наша сила», «Наша опора» – такой она является. Я думаю, что для нее это главная мотивация идти и тащить всех нас за собой. И поэтому абсолютно неудивительно, что в гал-шоу, освященном таком большом событии, собрались все те, кто могут выступать в России. Такого уникального состава участников действительно невозможно представить ни в одном полке земли. Причем многим пришлось изменить свои планы и оказаться в этих померочных выступлениях ради того, чтобы с 17-го и с 17-го выступить здесь. Зрители увидят абсолютно разное поколение фигуристов, от великолепных учеников Татьяны Аккорне, Натальи Юстеряновны, Андрей Буткина, то поколение Илюши Кулика, которые приедут в ту самую семью штаб в Каменьке, кужуники звонят, потому что не секрет подают. Привези в таких семью шестов веке и Катя Гордееву. Конечно, мы, наше поколение, которое вместе с Витяковым периодом, это и Катяна Абхармон, Костомар, Татьяна Аккорнеевна, Максим Манин, Маша Петрова, Алексей Тихонов, Поколета Драгаевского, Пойлова, Сватинс, Оксана Договна, Максим Шабанин, Себа и Наталью. Конечно, спорная, которая скоро отправится на чемпионат мира, это и живущего поколителя, спорта Петруловна, а тем, как только наша надежда, русского одиночного броня, Максим Костом, который достаточно успешно высказал в Европе. Это, конечно, и олимпийская четверка первой истории российского Советского. Это и четвертый четвертый Европы, чемпионат мира Жена Мадведева. Это, конечно же, и призем чемпионат мира Талина Родиона. Это танцоры Катя Боброва и Игорь Соловьев. В общем, абсолютно все те, кто могут вообще подавить свое искусство. Поэтому такой праздник, конечно, пропустить нельзя. Именно поэтому мы его проводим, выражаясь в хоккейной терминологии, в три тайма. У нас есть первая, наверное, 18-ая, 18-го и 0-й период, или чертый период, 18-го числа. И с форумом очень сложный марафон, но столько желающих сказать добрые слова по технологии, что просто не могли все вместить в один день. Так что всех приглашаю, всех рассказываю. Делаем время, чтобы получить знаковые события. Снимать мой первый канал. Это будет большая интенсация. Так что потом еще миллионная аудитория увидит наш главный шоу. Но, конечно, тот деканин, который можно увидеть вживую, не передастся ни с чем. В общем, наверное, все, что касается главного шоу. И еще раз хочу сказать, что большая честь на конец и тренинг, большая честь на праздник. И главное, чтобы эта добра энергии, которая здесь аккумулируется, вот она дала силу, хотя не только проявить все эти испытанные поздравления, потому что это тоже испытание. Не отрекается, блин, алимпийские чемпионы, и дрянь слезы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok